привет ребят просматривая изучая ваши комментарии к моему сюжету с весеннего сезона про охоту с подсадной заметил неподдельный ваш интерес вот к этой вот вещи к этому кубу вы просите подробнее о нем рассказать то есть записать обзор ну что ж милости прошу к тому же вещь это действительно достойно нашего с вами внимание у меня уже есть опыт его использования в марте этого года у нас состоялось мероприятие нашего охотничьего коллектива на охотничьей базе и у нас есть такой охотник камиль он кстати тоже занимается подсадными утками содержит их охотиться с ними и он взял для себя вот такой скрадок и с запахом на то что он хочет ими вообще заниматься то есть возить их сюда заниматься их продажей собственно там же он и продемонстрировал его в деле естественно это вызвало сейчас я вам вставлю кадрики с этого события и как как он это все сделал вот естественно это заинтересовало но неподдельный интерес вызвало многих охотников и у меня в том числе ухты слушай камиль а цвет ведь цвет на фотографии другой он темнее казался а это прямо а это прямо то что надо то есть подожди ты вот за эти тянешь и она но я понял система зонта нет я понял но как бы система вот пожалуйста ну ты у тебя допустим 1 подсадная тут другая допустим ветерок какой-то стропа есть оттяжки суши но она за счет она за счет конструкции так довольно устойчиво коле втыкаешь кармашек и там два кармана еще с каждой стороны это мелочевку раз и два куда залазить камиль а это кидно это китай до делать заводской китай заводской китай там можно жить вообще огонь и когда я просто заказал на пробу но когда она не пришла посмотрел честно говоря я офигел ты хочешь прямо ими заниматься то есть ты уже занимаешься вам конкретно этот крючочки видишь у тебя как раз крючочек два крючочек и три вот тут крючочек ну ты нашла нет ты крючочки снял вот тут снимай крючочек ну что я борис шея за тебя вот это все вот а здесь уже на сколько тебе надо настолько открывай там есть же встроенный не ну так ты конечно у тебя селезнь прям к тебе залетит вот так его вообще хватает начинаем сверху да ну вот он воднерку это все и делает на игру практически принцип зонта только квадрат да типа рыболовом схема рыболовной палатки центр собираешь да да я говорю принцип вообще 6 300 ну короче 6 315 ну то есть смысл понятен да это вот насколько оперативно условно говоря то есть вы приходите нашли прекрасный разливчик какую-то болотинку заводинку весенний там разлив принеслись крадок раскрыли его буквально за минуту закинули туда свой шмурдяк там стульчик рюкзак ружье высадили подсадную сели и охотились от охотились собрали также быстро оперативно и ушли ушли домой то есть не всегда есть возможности у охотника находиться все эти дни то есть весь сезон весенний в угоде ну например нет там дома или еще что то и нет возможности ставить стационарные скоротки либо там то есть из естественной растительности либо из мешковины как-то делать это все чтобы потом постоянно туда возвращаться мало времени до на охоту там ну день может быть два у вас и вот этот вот быстрый разбор то есть вы доносите до места охоты а не всегда ведь можно весной проехать на автомобиле даже на подготовленном внедорожнике то есть это надо понимать распутиться вот этот глина мес и то есть приходится тащить на себе шмурдяк пешком как правило и вот здесь вот сочетается три вот это три основные преимущества этого скоротка первое это действительно быстро разборная конструкция по принципу зонт но только здесь куб с четырех сторон в принципе зонта буквально за минуту и примерно также сборка осуществляется это его довольно компактные размеры по габаритам он значит по периметру по квадрату метр тридцать пять на метр тридцать пять а высоту вот видите я как бы хоть и не высокого роста но метр шестьдесят пять он то есть я выше но при этом внутрь находясь внутри тебе не надо ползать на карачках где-то там что-то лазить то есть можно привстать чуть-чуть пригнуться и вполне себе комфортно там находиться а вот уж внутри вот этот метр тридцать пять на тридцать пять собственно это просто вот одному это как дома ну там можно разложить все что угодно и можно кстати вдвоем с напарником с товарищем там охотиться без проблем я вам обязательно покажу всю внутрянку всю внутреннюю часть тут просто я считаю уникальные ну как уникально она не уникальная она просто очень хорошо продумана система бойниц их можно настраивать как вам угодно то есть смотреть куда угодно стрелять куда угодно при этом даже не высовывая ружье из бойницы вот настолько расстояние хватает обо всем этом подробнее позже именно когда мы залезем внутрь я вам покажу детали то есть с этим понятно оперативность ребята именно вот для тех у кого нет возможности постоянно находиться вот весной или осенью в угодьях да кстати есть скоротки такие знаете вообще автоматически то есть его бросил он сразу автом автоматически раскрылся и я такие в магазинах смотрел тоже присматривался ну что мне не понравилось во первых они довольно узковатые и конструкция то но я не знаю как солома но это просто вот такие тонкие соломины которые от любого дуновения ветерка у тебя там его начинает шатать туда-сюда болтать от любого задевания то есть но это просто деньги на ветер они не такие дорогие ну кстати там да есть и за 5000 вот но при этом ребята кто вот брали я спросил тоже в коллективе горит деньги на ветер то есть вообще не советую здесь это надежно все-таки конструкции его не шатает есть дополнительные крепления колышки там в землю да как у палаток вот здесь они находятся прямо у входа такой кармашек вот этими колышками по периметру просто втыкаешь и вот у тебя защиту нож вообще для пущей защиту есть такие тут стропы но это можно вообще растянуть их и фактически как бы у тебя уже даже ураганом никуда не унесет значит внешняя ткань это oxford 300 единиц то есть с плотностью 300 единиц но ребята вот эта плотность до показатель плотности но здесь такая как бы я так понимаю золотая некая середина опять же по его прочности и вот долголетию до использования надежности я вам не смогу сейчас сказать говорю честно так есть тоже пользуюсь первый год первый сезон все покажет время с обратной стороны вот этот oxford эта ткань покрыта слоем полиуретана черного цвета то есть этот материал обеспечивает защиту от влаги ветра грязи и так далее я вам покажу есть нюансы они связаны с бойницами когда я сидел в дождь я это выявил мы это обязательно с вами посмотрим когда я буду изнутри его вам покажу но вот с крыши вам ни разу нигде не протек опять же я сидел и ливень довольно плотный был и продолжительный ничего нигде не капало это вот знаете как не не эти скратки на которые как бы тент какой-то типа накинут и он весь там блестеть начинает от воды ну то есть какая-то клеенка это вот не то это вот дело практически не шуршит она не бликует особо не пропускают воду вот то что я показывал до касаемо вот этой пропитки этот у меня грязь здесь вот это вот черненькая полиуретановая пропитка и материал такой вот то что 300 единиц то есть он в принципе легкий и довольно таки прочный расцветка ткани это так называемая осень ну то есть это в принципе подходит как для весеннего сезона так и для осеннего она такая нейтральная то что мы не темный и не светлый и вполне себе вписывается в естественный фон вот именно полутонов таких весенних и осенних особенно если охота происходит где-то может быть где-то в подростке где-то у границы леса где-то на какой-то вот лесной болотинки и так далее прям идеально вписывается и при этом дополнительная маскировка она в принципе не нужно вот ну сами видели то есть селезень там 15 метров у меня был фактически он никак не отреагировал на вот этот вот именно скрадок кроме того вот этот черный цвет он здорово маскирует ваш силуэт когда вы находитесь в самом скрадке то есть вероятность там демаскировки она минимальна при этом даже когда у вас бойница открыты довольно таки широко о маскировке самой мы еще с вами детальнее поговорим потому что это тоже важно давайте вернемся ткани вот смотрите вот здесь вот эти вот углы да вот здесь вот сходятся эти дуги то есть они идут тут в распор и вот я смотрю ну тут прошито конечно это вот заводской заводской шов но я вот подозреваю что возможно со временем это как-то может поползти поэтому на месте производителя опять же если меня смотрит и камиль передаст вот я бы здесь сделал какие-то усилители либо дополнительных слой ткани либо армированную какую-то ткани нашивал бы ну исключив вероятность прорыва именно вот в этих углах для возможности дополнительной маскировки вот здесь по периметру всего куба со всех сторон сверху и снизу идет вот нашита вот такая вот лента с промежутками как бы с ячейками такими в которые запросто вы можете нарвать того же лыка ну то есть там естественно там траву вот или какие-то ветки лапник может быть если это где-то в весе если какой-то местности граничить там с вашим водоемом лапничек ельничек и вот это все дополнительно замаскировать вообще я вам так скажу вот что касается уж если говорить там про охоту конкретно конечно куда важнее ребята вот не вот эти все вещи о котором я вам расскажу они важны конечно но более всего важно это работа подсадной утки хорошо вызрены готовы к охоте это отсутствие и отсутствие посторонних движений выделяющихся из естественного окружения то есть вот эта птица сразу срисую а вот такие вот вещи в принципе посмотрев сверху специально облетев этот скрадок да он и он как-то выделяется из естественного фона именно по форме то есть вот есть четкие грани этого вот квадрат вот этого куба сверху не знаю как птиц на это реагирует но как бы селень садился вот чирок садить черки садились ну в общем то можно сказать что наверное не особо это их как-то беспокоит вот эта сама форма я не видел чтобы охотники сидели в таких кубах вот рыбаки до охотники пока нет я так думаю что вот эта тема она сравнительно недавние то есть она потихоньку только приходит к нам но практика показала что вроде проблем нет опять же если мы говорим с вами об охоте с подсадной тетерева да пожалуйста поставили чучела ну вот таковали но по 2 и вроде как бы не особо они на него внимание обращать вот на гуся здесь охотиться с ним именно конкретно с этим уже не получится потому что все-таки подразумевается как-то откидывание крыши вот при стрельбе в лед и вяхере видимо то же самое в охоте на вяхере вяхере это дикий голубь он тоже осторожны птицы довольно таки вот здесь у меня сомнения есть но в принципе я то брал именно для подсадных теперь ребят вот самое интересное а именно сама конструкция вот эти дуги там как они сходятся какие-то нюансы с ними сейчас я вам покажу его в собранном виде так будет более наглядно а уже более детально мы еще с вами посмотрим когда залезем внутрь значит ребят сама вот эта конструкция вот это дуги это не сталь это не алюминий это фиброглас то есть ну в принципе то же самое что и у туристических палаток вот давайте я даже сейчас его расстегнуть пока он нам не нужен сложный вот они идут по всему периметру и сводятся в пяти точках вот у таких хабов вот называется это хабы а верхней части имеет вот такой кармашек в которой заходят и встают в распор уже непосредственно вот тут такие шарниры единственно у меня вот возникает вопрос вот это что это клей что ли здесь какой-то китайский не почему вот тут вот эти вот все они проклеены не знаю насколько это надежно перепадать температур ничего пока не могу сказать вроде нигде ничего явно тут у меня нигде не трескалась не отваливалась в общем тут такие вот как бы шарниры если можно так назвать которые сводятся в четырех точках вот в таких хабах и хабы эти это не металл это вот видите такой плотный как бы очень плотный пластик не знаю насколько его хватит честно сомнения есть посмотрим в процессе эксплуатации пока все нормально единственный нюанс был у меня при разборке он скрипел причем скрипел так что я думал ну все сейчас что-то отвалится поэтому вот есть такой нюанс есть такие баллончики знаете продаются для в автомагазинах для силиконовая смазка обычная нейтральная силиконовая смазка бецветная многоцелевая это может быть любой другой баллон я не знаю не есть гуще есть вот консистенция как у меня поэтому перед консервации ну допустим вы на сезон консервируете вот прям в эти хабы туда я хорошенько пропшикал этим силиконом в каждый из них вот так вот везде ну по периметру пройдете пропшикаете и вот этот скрип вот это вот все это ушло ну потому что если этого не сделать то когда вы ставите вы будете это же вы на землю ставите а это вот это вот всякое вот что у нас до трава шелуха грязь все это туда вот это вот будет набиваться неизбежно и через какое-то время возможно может привести к выходу там из строя в негодность поэтому когда обработали силиконом а он там на очень большой диапазон температур вот этой пшикалкой пропшикали то есть уход вот такой и все и у меня скрип этот пропал то есть он иди и стал раскладываться кстати намного легче и быстрее по конструкции внутри еще более детально я вам это все дело покажу залезать у него мне лично неудобно ну не знаю если вы компактных размеров вам наверно будет подручнее мне не очень вот как это происходит расстегнули вот тут вот эти вот ноги раздвинули и приходится аж вот вот буквально я прямо вот скукожился весит и сюда пролезать то есть происходит это полу согнутом состоянии в полный рост в полный рост вы тут не встанете ну и на коленях тут вы ползать не будете и стоять в принципе в нем ну вот так вот ну я не знаю нам нормально то есть до стоять то зачем здесь можно сесть прямо непосредственно я вот стульчик ставлю к стенке сюда и сзади мы ничего не открываем а здесь у вас и как раз таки будет обзор то есть вот бойницы слева справа как угодно сейчас я вам вот на этом примере покажу как он изначально здесь принцип такой вот есть вот такие крючочки и резинки если вам нужно расстегнуть то есть вы просто снимаете можно вот так это сделать и для того чтобы уже ружье непосредственно вы можете сделать себе треугольник можете вот такую можете вообще раскрыть как угодно та же самая схема и с боковыми вот этими вот то есть и вот эти все клапаны они по периметру идут всего с кратка кстати вопрос вот к качеству да и так далее ну вот я вам так скажу в принципе как бы качество здесь всего вообще всего такое средненькое то есть это китай это не такой плохой это неплохой китай он такой фабричный сразу видно но вот есть нюансы например вот насколько хватит вот этой вот вообще липучки они лучше ли тут молнии может как-то придумать вообще в принципе эту сеточку можно и снять то есть полностью когда у вас но я не снимаю потому что все таки она маскирует она снаружи с камуфляжем и довольно хорошо маскирует то есть снаружи идет такой же камуфляж как и у самой ткани и в принципе там ты не отсвечиваешь единственно ты где будешь отсвечивать это в эти вот черные прорези именно поэтому так я сейчас не одел кстати ну вот он у меня есть балаклава на мордик и вперед чтобы только глаза лица они срисовывают очень хорошо ну вот она сидит конечно никакого лета нет но зато красота но вот красота блатинка это приятная разливчик этот птицы тетерева все вот это вот хозяйство до маскировка нормальная с естественным фоном это довольно таки хорошо сочетается то есть он такой нейтральный в плане маскировки вот опять же тут клапан приоткрыт и там ничего не видно изнутри маскировка хорошие и вот самое главное что вот меня просто вообще радует вот вы сидите с ружьем да ты сидишь с ружьем тут можно в принципе даже не высовывать то есть расстояние настолько хватит стрелять не высовываю из кратка вообще никак то есть вот у вас расстояние я сижу у дальней стенки то есть в одного ребята здесь сидеть но это просто комфортно здесь можно и вдвоем охотиться с напарником с другом пожалуйста вот у вас вот рубочка у нас там с вами сидит все отлично значит есть нюанс ребят касаемо дождя да я уже сидел в дождь и от принципе так как все таки идет скос и ливень вот попадая через эту сетку сюда из-под этого клапана прямо ручьем течет вниз то есть это все происходит со всех сторон с коротка сзади например вот тут вот с боков спереди но с крыши она глухая с крыши ничего не течет то есть на вас ничего не капает и вот здесь такой есть кармашек скажем сюда можно допустим ну какую-то мелочевку складывать но вот сюда уже складывать у вас ничего не получится потому что дождь идет опять же вот отсюда попадая через эту сетку и прямо ручьями стекается прямо в этот клапан вот прям туда все у вас и будет заливать но тут вот даже видны до следы в принципе этого дождя как это все текло прошел такой очень хороший ливень вот это учитывайте поэтому карман конечно же непосредственно я не знаю ну здесь он не нужен он не нужен и не здесь и не здесь вот так как его будет ну просто зальет все что у вас внутри значит ребят теперь вот конструкция изнутри да вот эти сами дуги нет это конечно прочная надежная такая легкая конструкция при этом они не тонкие да вот они совсем не тонкие еще раз покажу вот этих оба где и сводятся в принципе все дуги на таких неких шарнирах которые вот там вот видно вот здесь вот следы клея я не знаю ребята вот еще раз заострю внимание может быть даже производителя насколько это будет надежно пока все работает пока все работает вот этот принцип зонта все нормально пока вот этот пластик то есть он держит и дальше будем смотреть и ножки соответственно вот внизу по всему низу вот они к ногам туда и сводится да и ну и нюанс такой здесь нету дна и это кстати ребята нормально потому что в принципе как бы вот это вот вся шелуха вот это вот все что мы сидим вы тут у меня вообще хлюпает все это все будет набиваться в это дно ну как и во всех палатках и потом это просто замучаешься чем все оттуда вычищать то есть вот это нормально он уже у меня конечно попользован он весь грязненький такой и так далее и вот именно почему я вам и говорил еще да еще раз я вот заостряю внимание все это туда набивается вот это вот все будет набиваться поэтому обработать обязательно это все что касается внутренней части чтобы было понимание да эти фиброглазовые дуги хабы нюансы с ними в бойнице и так далее и о грехе вот с этим дождем теперь давайте я его сейчас собираю упаковывать чехол показываю вам чехол и обязательно варианты его ношения как вот там в руке носить под рюкзак с просто за ключами и так далее вот мы его положили да вот так здесь есть вот такая вот лента перехватываю и это очень кстати классная штука потому что она его стягивает то есть и в одного это все делается ведь как без проблем собирать конечно его чуть дольше чем разбирать но тем не менее все это также без проблем оперативно делает все и вот он у нас стал более компактным далее просто мы его чехол вот так вот практически в одного я это все делаю без проблем и вот так вот и вот тут закрепили вот ребят я прям детально наглядно покажу вам этот сам чехол тоже ну в принципе он из того же материала это тот же oxford и также вот эта пропитка идет до нанесение вот это напыление полиуретана тоже защищает уже непосредственно скородок в чехле от дождя ну и там сырой почвы например то есть чехол такой же он нормальный прочный нормальный чехол вот так скородочек выглядит в чехле то есть его длина в сложенном виде в чехле 95 метр практически вот смотрите а в ширину он 25 смотря в зависимости конечно как вы там его упаковали 25 примерно я рулеткой мерил значит что из собой представляет лямки вот вот эти вот лямки вот здесь конечно ребята не доработали китайцы то есть прямо таки скажем я бы делал эти лямки если уж подразумевается раз уж есть у нас вот такая вот боковая вот то есть боковая на грудь вот это вот как сказать страховка да чтобы он не с плеч у нас не сваливался ну то сделайте тогда уж подразумевается ношение на плечах его без рюкзака сделайте вот эти лямки как у рюкзака мягкими то есть вот ну чтобы это не давило ничего кроме того если его носить в руках то я бы например бы еще бы придумал здесь ну что-то типа знаете как вот сумки туристические есть свел две ручки вот так вот две вот этих лямки и ручку такую вот на липучки взял и понес потому что если вы будете вот так вот его постоянно нести но начинает они как-то на ладонь давить неприятно где-то что-то там вот натирать поэтому вот такие нюансы как бы да я бы ну опять же как я понял камиль там напрямую с производителем вот меня посмотрят и сделают нормальные вот эти лямки и это же касается кстати и регулировки их по под вашу комплекцию по длине потому что вот это все как я не пытался тут вот это вот все правильно как бы сделать по науке что-то тут намудрили в общем у меня это не получается приходит вот так вот вытаскивать вот так вот что-то отгибать а по идее сюда то вот она идет обратно оно должно ну как на рюкзаках у нас да это делается регулироваться а тут такого не происходит поэтому что-то вот я бы тут вот это вот все дело бы доработал каким-то образом значит ребят способы ношения ну первый основной это в руке вы его просто несете в руке 6 300 вы унесете в одной перекладывайте в другую при этом не забывайте что у вас как бы еще наличие ружья в чехле у вас корзина с подсадной уткой да вот она ну и сейчас вот обычно я всегда да еще я стульчик сюда забыл я вставляю сюда стульчик и рюкзак сам там термос что-то там перекус какой-то патроны ну в общем вот весь такой шмур дичок допустим если вы вообще рюкзак собой не берете а там термос в карман допустим положили или он в корзинах подсадной утки не знаю ну как я не знаю вот без термоса у нас такие зазимки бывают эти дожди ты сидишь зябнешь на этой утрянки схождение вот этих лямок она же из-за этого чехла он у вас будет просто спадать если будут не это вот дополнительная вот здесь вот под грудь вот такой крокодил ну и собственно как бы вот такая вот конструкция взяли корзину взяли ружье и пошли себе на охоту давайте покажу вам какой способ я нашел и который срабатывает именно вот с моим рюкзаком ну я может быть думаю что и у вас примерно такие же рюкзаки же да мы носим возможно у вас это получится сделать значит ребят вот чехол наш с вами да вот мой рюкзачок не знаю может быть у вас что-то похожее получится вот так вот примерно его кладем то есть чехол на землю рюкзак сверху прям поверх чехла берем эти все вот эти лямки вот это вот сюда у нас пойдет и в перехлест их делаем вот перехлестнули длины вот этого длина она же тут регулируется то есть ее хватит ее можно подтянуть там будет и вот так вот перехватываем прямо это можно даже его чуть-чуть вот так вот сделать перехватываем прямо сзади рюкзака определенная сноровка нужно конечно вот вот здесь видно да чуть не дотягивается прямо защелки ну то есть вот это вот все очень будет прочим держаться при этом конечно верхней части рюкзака уже что-то носить будет наверное не очень хорошо ну и все и дальше как бы делай раз мы берем и одеваем его просто как сам рюкзак пошли по своим делам вот взяли опять же ружье взяли подсадную повесили корзину на плечо ну и по сути это рука у нас даже с вами будет свободно и пошли вот так вот это вот и лямки тогда мягкие лямки мягкие вот сзади правильно сведены то есть это с плечей ничего не падает уже даже без дополнительные вот это его можно вот так вот его и носить в принципе 6 300 вот я не ощущаю сейчас я вот он у меня сзади я этот вес не особо ощущаю за счет того что идет разгрузка на плечи вот это вот все то есть ты разгрузил ты у тебя рука не тянет ребят наверное из таких деталей и нюансов этого скоротка наверное все чтобы хотел сказать как его можно использовать допустим вне сезона до охотничьего то есть вот я знаю рыбаки есть мужики которые приезжают на место рыбалки не раскладывая лагерь она чуть непосредственно в автомобилях но если машина там позволяет если там большой багажник откидывается как это делать сиденья матрасик и фактически можно особенно если из автономка печка то можно спать вообще там как бы с одеялом с подушкой как дома в то же время куча шмурдяка понятно да там всякие ваши вещи вот это вот все хозяйство и это приходится либо куда-то наперед перегружать либо это как-то вообще выкидывается на улицу что плохо да опять же там продукты всякие вот это вот все хозяйство хозблок хозяйственной палатки раскинул она не промокает пожалуйста закинул все это ваше хозяйство туда и ночью себе в машине на здоровье также сама достал ее быстро свернул развернул собрал и поехал себе дальше на другое место например как вариант еще допустим опять же хозяйственный блок в просто в походе авто туризм допустим вы увлекаетесь семьей приехали я знаю капитально многие на месяц приезжают выставляют солнечной панели аккумулятор автомобильный там с инвертором на 220 все это холодильник да опять же на рыбалке там рыба наловил холодильник компрессором а дожди-то сопровождается не будет и всю эту электрику дождем держать опять же туда все сложил хозяйство это аккумуляторы панель у тебя там на солнце она не боится воды ничего страшного и все защищено еще как вариант это я уже придумал просто особенно для женщин и детей но в походах вы понимаете да такие уже более интимные подробности насчет там сходить в туалет то есть прям поставила так как дна нету выкопал там яму себе это женщинам там туалет и вот он защищен в принципе все больницы закрыты пожалуйста комфортно уютно и тому подобное то есть в качестве некого туалета если надо открыл и проветриваться надо чтобы опять же эта сетка она защищает от комаров от мух и тому подобное то есть внутренний клапан откинул для проветривания и сиди себе пожалуйста делай свои дела то есть женщины дети все никаких мух вот это как нытье знаете начинается тому это мухи огонь а там комары в лесу ну вот вам пожалуйста вариант очень немаловажный момент где как купить цена вопроса скидки не скидки все это ребята я оставляю по ссылке в описании под этим обзором под видео прямо контакты камиля и вы связывайтесь с ним уже напрямую вот минуя меня я тут вам не нужен он вас проконсультирует у него уже с поставщиком с производителем налажен контакт логистика вот это доставочная значит по цене вот я его забирал он был шесть пятьсот шесть пятьсот семь тысяч значит пока сезон шел доллар рос теперь значит как я понял восемь с половиной дорого ребят я бы честно вот мое мнение шесть тысяч хотя в принципе опять же цена вопроса да и вот его достоинства тут надо завешивать все-таки преимущество его они перевешивают этом цене и мы тут зависим от курса ну то есть доллар то не дорожает это рубль у нас понижается а ткани материал это все-таки китай вот поэтому это не у нас делать если бы то у нас бы делала но это делалось это бы наверно стоило раза в два то и в три дороже поэтому приходится мириться вот как-то с этим вот поэтому вот эти вопросы вы лучше ему тогда там звоните пишите задавайте мне же остается с вами попрощаться надеюсь как бы ну удалось в этом небольшом обзоре осветить все нюансы и детали чтобы у вас сложилась какая-то картина и представление все все что касается вот этого скоротка это ну я говорю такая у нас пока новая вещь мы к этому приходим этот куб будем дальше с вами охотиться с этим губом большущего вам ребята удачи непуха вам не пера на отходе прекрасного вам уже получается летнего сезона до туристического сезона и пока увидимся